Варикозное расширение вен – явление частое. Одно из самых распространенных заболеваний венозной системы человека. Оно поражает преимущественно людей трудоспособного возраста. Мало того, эта болезнь молодеет, в том числе из-за длительного нахождения за компьютером, малоподвижного образа жизни, неудобной обуви и каблуков. Поэтому врачи рекомендуют беречь ноги с молодым. Здесь показана работа здоровой вены, когда клапаны закрываются и венозный кровоток продолжает следовать снизу вверх. Здесь показана больная вена, когда она варикозная расширена. Часть крови попадает вверх, а часть падает вниз. Клапаны не срабатывают. И вот в таких вот участках, отлогих местах образуются тромбы. И тромб может привести к печальным последствиям. Сегодня существует несколько методик лечения варикозного расширения вен. Традиционная, когда после наркоза или спинальной анестезии с помощью разрезов вены удаляют. И современная, гораздо щадящая эндовенозная лазерная коагуляция, когда вены просто запаивают лазером. От первой мировой клиники уже давно отказываются, хотя в нашей стране она еще практикуется, а вот вторая, наоборот, набирает обороты. И все дело в ее эффективности и безопасности. Нет наркоза, нет разрезов. Используется только местная анестезия и используются только проколы. Пациенту на следующий день и в последующие дни не нужно будет ходить к хирургу, делать перевязки, снимать швы. То есть пациент не выпадает из рабочей обоймы, а совершенно спокойно продолжает работать на следующий день после операции. Плюс ко всему пациенту не нужна госпитализация. В клинике он проводит буквально 2-3 часа и затем самостоятельно идет домой. Все, что ему потребуется после, это компрессионный трикотаж. Делается прокол и через иголочку заводится лазерный световод. Вот он показан. И проводится по подкожной вене в область падения бедренной вены. Отступя некоторое расстояние, делается местная анестезия, несколько проколов вокруг вены вот таким вот образом. И вена запаивается. Вот этот коротенький узенький участок, это уже запаянная вена. Дальше лазер продолжает работать вплоть до выхода. Подобные лечения с помощью лазера проводят и в Магадане. Избавляют от недуга в медицинском центре Евоклиник. Занимается этим Альберт Шкарбанов. Он работает в университетской клинике города Владивостока, но регулярно приезжает в Магадан помогать колымчанам. Сотрудничество у нас с Альберт Александровичем уже достаточно длительное, порядка двух лет. За этот период времени он провел большой объем оперативных вмешательств. Поток пациентов никогда не прекращается. Альберт Александрович владеет не только хирургическим опытом вмешательства, но и инструментальным методом исследования, как УЗИ сосудов нижних конечностей, что дает ему дополнительный бонус как врачу-флебологу. В областном центре доктор уже успел провести более пяти десятков операций. Не меньше у него и благодарных пациентов. С одним из них нам удалось пообщаться непосредственно перед началом лечения. Мы сейчас находимся в операционной перед хирургическим вмешательством буквально считанные минуты. Настроение у пациента прекрасное, музыка, расслабленная обстановка, все отлично. Никаких сильных и резких болезненных ощущений пациент чувствует практически то же самое, что и при заборе крови. Тоненькая иголочка будет укол анестезии. Вот, иголочка тоненькая, то есть, ну, все равно вы его будете чувствовать. Тут, как бы, по-другому. Чуть-чуть будет неприятно. Потерпите, пожалуйста. Укол. Терпимо же? Да. Все, прекрасно. Хорошо. Совершенно не страшно. Больше боялся, говорит больной. Переживать совсем не стоило. Поделился он своими впечатлениями. Световод. Вот синее волокно. Ну, в области паху-кунчик. Сейчас будет этап анестезии. И в последующем мы его запаяем. Набираемся. Терпение. Обязательно контроль руки. На мониторе аппарата видно, как анестезия распределяется вдоль вены. Далее следует работа лазера, во время которой постоянный контроль общения с пациентом. Это позволяет определить, насколько эффективна анестезия, требуется ли повторный укол. Вы сейчас про себя песню какую-то напеваете, нет? Да. Ну, нога качается. Пациент даже песни поет. Всего на лечение ноги уходит менее часа. Далее пациент сам встает и идет в палату. Как это самостоятельно сделала и Нина Успенская. Буквально за полчаса до этого ей сделали такую же операцию, а она уже на ногах. Спустя некоторое время ее проведал врач. До операции, естественно, были волнения, но болела нога очень часто, особенно если натружу ногу, болела нога, отекала нога, вены болели. Где-то год назад, как услышала, что производятся у нас в Магадане такие хорошие операции от людей, услышала уже. И решилась все-таки, долго думала, но все-таки решилась, потому что здоровье важнее и многих хочется, чтобы ножки бегали. Дети спрашивали, внуки, бабушка, больно было? Я говорю, нет. Ну да, когда делается укольчик, ощущения, естественно, есть какие-то. Но это терпимо, это нормально, это все хорошо. Справиться с этой болезнью безболезненно есть возможность у каждого. Очередной визит доктора Шкарбанова запланирован на март. С 9 по 16 он продолжит принимать пациентов в медицинском центре Евоклиник. Записаться на консультацию можно по телефону 220-221. Продолжение следует...